Знаете, меня очень удивило, опять же, не помню, в этой же беседе или в какой-то другой, что вы сразу построили нянек и сказали, чтобы они с детьми, ну, держали дистанцию. Да, чтобы они их не обнимали, не целовали, не ссюхали. Я это делала исключительно. А как же тактильное общение? Нет, тактильное общение у них есть, они могут там приобнять, еще что-то. Я даже больше пыталась объяснить няням, что не нужно, как бы, ну, пытаться привязать себе детей, не нужно им пытаться заменить бабушку, дедушку. То есть, у них должна быть своя ниша няни, которые их любят и все остальное. Но, понимаете, сегодня няня есть, завтра у нее что-то случается, и она уходит, потому что эти люди все равно приходят работать. И пока им комфортно, они работают. А потом у них есть свои проблемы, дела, заботы, родственники, все остальное. И когда она уходит, то детям становится больно. И для того, чтобы этого не было, нужно иметь дистанцию. А у вас как в детстве было с тактильным общением? Потому что я прочитал все про ваших детей, про вашего мужа, олигарха. Да, вот в чем дело. То есть, мама с папой не участвовали? Очень мало участвовали в воспитании. Вот была бабушка и улица. Ага, ну про улицу я тоже читал. Да, и поэтому хорошо, что была бабушка. Если бы не было бабушки, то не знаю бы вообще, кто бы из меня вырос, потому что улица достаточно жестокая. Такой, знаете, родитель, который воспитывает, ну, совершенно по своим правилам и законам. Я знаю, да. И хорошо, что была бабушка, которая вот каким-то добротом... А бабушка по какой линии? По папиной? По папиной линии, да. По папиной. И вот недавно мы 80 лет ей уже гуляли, она прекрасно себя чувствует, смотрит вашу программу. Бабуль, привет. А вот кто мой зритель, понятно. И она тоже, она тоже, да. Это мой главный зритель. Я, знаете, даже когда вот не успеваю посмотреть программу какую-то, а мне, например, хочется, я звоню бабушке и говорю, бабуль, посмотри, потом расскажешь. И потом я ей перезваниваю, и мы, значит, с ней. Ну, конечно, это проще, чем записывать и потом тратить время. Ну, не всегда есть время, а потом уже ты просто забываешь. Вообще, я понимаю, что сегодня такой поток, объем информации и всего, что с нами происходит. Если ты сейчас чего-то не увидел, не сделал, не посмотрел... Хорошо, а как бабушка к творчеству относится? К вашему? Ну, критикует, критикует. Критикует, бывает критикует, да. Критикует что? Исполнение или то, что называется, сценический образ там? Вот всегда говорит, хорошо выглядела или ты знаешь, ух, так ты была откровенна. Ну, бабушка такой очень культурный и воспитанный человек, поэтому она не может как-то там более резче сказать, но для меня уже это там звонок. Ну, с другой стороны, говорит, правильно, пусть смотрят. Наша женская красота, она не так долго, пусть видит, что она у нас есть. А потом, говорит, уже будешь наряды закрытые носить. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва 24.